МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ в студии Панао Симбекова. Сургоперевод Марата Ашумабекова. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТОП-10. Ровно столько перспективных проектов намерены реализовать в ЖТСУ в Крае. Своевременная поддержка. Предприниматели освободили от подоходного налога. Чёрный в тренде. Сразу шесть спортсменов Алматинской области удостоились чёрных поясов по каратэ-шинькио-кушинькай. Объёмы сельского хозяйства в Казахстане увеличились почти на 6% в сравнении с 2019 годом. И это несмотря на коррективы, внесённые пандемией, обрушившиеся на весь мир. Заметный прогресс отмечается и в ряде других сфер жизнедеятельности страны. Итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за 2020 год обсудили на правительственном селекторе под председательством премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина. Так, в обрабатывающей промышленности обеспечен рост на 4%. Объёмы строительства также растут стремительными темпами. Золотовалютные резервы РК и активы Национального фонда увеличились аж на 4 миллиарда тенге. Всё это позволило удержать уровень безработицы в диапазоне до 5%. Это результат активной работы регионов, отметил глава Кадмина. Так, в Алматинской области по 5 из 7 основных показателей отмечается рост социально-экономического развития. Несмотря на то, что 2020 год для ЖТСУ завершился весьма благополучно, однако это не повод расслабляться. Новые вызовы впереди. Аманды Кваталов дал поручение руководителям всех управлений работать в усиленном режиме. Он также отметил необходимость привлечения новых инвесторов. 2020 год был наполнен вызовами. Благодаря своевременно принятым мерам мы их преодолели. В целях дальнейшего обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны и повышения качества жизни населения необходимо эффективно реализовывать предвыборную кампанию партии Нур-Отан. Итоги социально-экономического развития и задачи на предстоящий год будут подробно рассмотрены на расширенном заседании правительства под председательством президента РК Касымжо Марта Кемелевича Токаева. К новым вершинам. Топ-10 крупных проектов намерены реализовать в Алматинской области в ближайшие годы. Для осуществления амбициозных планов необходимо 273 миллиарда в тенге. Открытие новых объектов благоприятно скажется на бизнес-комьюнити региона, а также создаст многотысячные рабочие места. О каких проектах идет речь, расскажет Дамир Анитов. Алматинская область – бесспорный лидер по привлечению инвестиций в стране. 9 из 19 проектов транснациональных компаний реализуются на благодатной земле ЖТСУ. Для зарубежных инвесторов регион привлекателен в первую очередь благодаря открытости руководства области к новым предложениям. Тому подтверждение специальный шорт-лиз и 10 перспективных проектов. С прошлого года уже 7 из 10 проектов инвестиционных начали свое строительство у нас в области. Среди них такие проекты, как тепличный комплекс в городе Капчега Грин-Талатал на общую сумму 44,8 миллиарда тенге. А также в Игузском районе у нас начало строительство птицефабрики «То Примакос». И в Игузском районе у нас начало реализацию завод по утилизации твердобытовых отходов, а также и другие крупные инвестиционные проекты. Месторождение вольфрамовых руд Багуты в Венбекши-Казахском районе также вошло в десятку самых ожидаемых проектов области. Стоимость ТОЖТСУ вольфрамы – 94 миллиарда тенге, а производственная мощность – 3300 тонн руды в год. При этом, как заверяют специалисты, процесс производства является экологически чистым и упрощенным. Отдельного внимания заслуживает птицеводческий комплекс в уйгурском районе «То Примакос». Современное здание со всей необходимой технику раскинется на площади 933 гектаров. Открытие объекта позволит обеспечить качественной отечественной продукцией не только внутренний рынок, но и соседние страны. На сегодняшний день заключен договор на поставку оборудования из Голландии в рамках дорожной карты бизнеса 2025 по проекту строительства птицефабрики «То Примакос». В рамках данного проекта реализуется подведение сетей канализации, электроснабжения, а также железнодорожных путей. В целом, постройка новой птицефабрики является важным объектом для региона. Предприятие нацелено на расширение производства отечественной продукции и обеспечение натуральными продуктовыми питаниями нашей области. Реализация большинства проектов завершится уже в начавшемся году. Однако есть и переходящие объекты. В таком ответственном деле спешки быть не должно, считает руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области. Дамир Анитов, Осет Пикпатер, Телеканал Житцу. Свыше 100 тысяч предпринимателей Алматинской области освобождены от подоходного налога до 2023 года. Об этом сообщил Департамент государственных доходов. На фоне пандемии многим субъектам бизнеса стало тяжело оставаться на плаву. Чтобы помочь предпринимателям сохранить их доходы и продолжить работу в условиях карантина, действуют налоговые послабления. Какие именно субъекты бизнеса могут забыть о подоходном налоге на ближайшие два года, узнавал Рустам Аралбаев. По сообщениям Департамента государственных доходов Алматинской области, воспользоваться освобождением от уплаты подоходного налога могут только субъекты малого и микробизнеса. При этом никуда обращаться с заявлением не требуется. В случае, если предприятие не относится к крупному и среднему бизнесу, его владелец может рассчитывать на освобождение от уплаты подоходного налога. С 1 января 2020 года для предпринимателей субъектов малого и микропредпринимательства внесены льготы. В частности, освобождено от налога на ИПН и для индивидуальных предпринимателей, и для юридических лиц от корпоративного подоходного налога сроком на три года. То есть до 1 января 2023 года. Данные льготы направлены на то, чтобы поддержать малое и микропредпринимательство в условиях пандемии коронавируса, поскольку многие предприятия вынуждены сократить свою деятельность, приостановить ее. И в этом случае государство пошло на такой шаг. Предприниматель Даяна Фельдар рассказывает, что данное налоговое послабление стало большой и своевременной поддержкой. Из-за пандемии на его предприятии упал покупательский спрос и повысился уровень транспортных и прочих расходов. Многие товары, получившие более высокий спрос в условиях карантина, все труднее найти и доставить, что тоже усложняет нам работу, делится предприниматель. В период пандемии нам пришлось тратить больше времени, больше финансовых средств на поиск товара, чтобы его купить. Приходилось искать в других городах, в других регионах, даже в странах, чтобы покупать дешевле и доставить его потребителям. Но это все транспортные расходы, время тоже тратится на это все, и, соответственно, мы больше несем издержек. То, что нам сняли под доходный налог, это очень помогло нам в период конкуренции, в поиске нового товара. Наиболее радостной эта новость оказалась для индивидуальных предпринимателей, почти 75% из которых освобождены от уплаты подоходного налога на ближайшие два года. Предприниматель Бахтия Расулов рассказывает, что данное послабление позволило ему сохранить заметную часть дохода, что в условиях пандемии сыграло большую роль. В период пандемии, разумеется, у нас очень сильно упали доходы, потому что доходы упали у людей в целом, у нашей клиентуры. Но освобождение от ТПН сыграло очень важный момент, и мы сохранили очень много средств, которые, в принципе, сейчас очень важны, именно сейчас, в кризисный период. Не могу не отметить тот факт, что при поддержке государства, конечно, намного легче. Радует момент, что государство в этот момент не забывает о малом предпринимательстве. Вызванный вирусной пандемией кризис, многие предприниматели оказались в тяжелом положении. Государство, учитывая этот факт, идет навстречу бизнесменам. До 2023 года в Алматинской области от подоходного налога освобождены почти 4,5 тысячи юридических лиц и свыше 100 тысяч индивидуальных предпринимателей. В наступившем году тарифы на коммунальные услуги останутся без изменений. Об этом сообщили в Комитете по регулированию естественных монополий. Так, стоимость одного кубического метра природного газа по республике в среднем составляет 19 тенге 43 тына, а средняя стоимость одной гигакалории теплоэнергии равна 3 тысячам тенге. По информации ведомства, коммунальные тарифы сохранятся на уровне прошлого года. Однако стоимость электроэнергии варьируется в зависимости от региона проживания. Так, в Алматинской области для юридических лиц оплата за 1 кВт в час составляет 25,76 тенге, тогда как для бюджетных организаций тариф равен 34,13 тенге. Также за потребление одной гигакалории теплоэнергии жители региона платят 2788 тенге. Стоимость одного кубометра горячей воды составляет 180 тенге 85 тынов. Начиная с 2020 года и по сегодняшний день изменение тарифов на коммунальные услуги не предвидится. Оплата за потребление природного газа для жителей области также остается 29 тенге 54 тенге. Чтобы тарифы оставались прежними, департамент продолжит работу в этом направлении. Кроме того, понизилась стоимость электроэнергии. Также Тусуэнерготрейд снизил оплату на 1,1%. Последние новости о ситуации по COVID-19 в стране. На утро 12 января в Казахстане обнаружена инфекция еще у 692 человек. 155 из них зарегистрированы в городе Алматы. Большое количество положительных ПЦР-тестов выявлено в городе Павлодар и Западно-Казахстанской области. Сейчас лечения продолжают принимать 23 403 зараженных. 5 711 находятся в стационарах. 17 692 на амбулаторном лечении. 283 в тяжелом состоянии. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 47 человек. Областной центр в красной зоне. Только за 11 дней января текущего года в городе Талткурган заболело 135 человек. В целях усиления контроля за эпидемиологической ситуацией в городе Талткурган, а также в Коксусском и Скирдинском районе с 13 января вводятся дополнительные ограничения на выходные дни. Так будет приостановлена работа ресторанов, кафе, торговых домов и центров и других. В связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу до 21 января текущего года продлено онлайн обучение в школах. Решение межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса принято усилить ограничительные меры в регионах, находящихся в красной и желтой зонах. По состоянию на 12 января 2021 года зарегистрировано 7730 случаев КВИ по Алматинской области. Рост оболеваемости в ЖТСУ начался с октября 2020 года. Регистрация случаев КВИ за три месяца увеличилась в 7,5 раз. За 11 дней января месяца зарегистрировано 597 случаев КВИ. В больницах на лечении находится 434 человека, из них 29 в тяжелом состоянии. На амбулаторном лечении 357 человек. В структуре мест заражения КВИ наиболее высокий риск заражения в общественных местах, где заразились 40% заболевших и в семьях 25%. Это говорит о том, что в праздничные дни жители города и близлежащих районов нарушали ограничительные меры, не соблюдая требования санитарного врача области. Так, после новогодних выходных эпидемиологическая ситуация по КВИ в Талдыгургане остается напряженной. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, город остается в красной зоне. В желтой зоне Куксусский, Скиндинский и Памфиловский районы. С начала года в Куксусском районе с ковид-инфекцией уже зарегистрировано 62 человека. В Скиндинском районе 41 человек. Вторые сутки без света. Аварию на подстанции устраняют в Атраусской области. Из-за непогоды на подстанциях Индер, Атрау и Уральский Индер произошла аварийная ситуация. В результате без электричества осталась левая часть города и еще пять районов Актау. Кроме того, вышло из строя насосно-компрессорное оборудование технологических агрегатов Атраусского НПС. Чтобы предотвратить аварию, заводу пришлось направить топливный газ в факельную систему. А это уже загрязнение окружающей среды. Сейчас принимаются все меры по устранению нарушений. В настоящее время маяком производится переток в Атраусскую область в объеме 150 мегаватт. В социальных сетях появилось видео, как женщины пытаются выпрыгнуть с четвертого этажа горящего медицинского центра в Усть-Каменогорске, сообщает закон КИЗ. Как стало известно, возгорание произошло в четырехэтажном здании на улице Карла Липкнехта, 17. Обнаружено загорание натяжного потолка. Предварительно площадь пожара составила 200 квадратных метров. Трех человек спасли, еще нескольких эвакуировали, сообщили в ДЧС Восточно-Казахстанской области. Дерзкого Аташку из Туркестанской области могут лишить прав. Дедушка прославился в социальных сетях из-за происшествия на дороге. Пенсионер выехал на своем пикапе на одностороннюю дорогу. Навстречу ему двигался водитель Лада. Владелец легковушки отказался уступать путь дедушке. Между мужчинами началась словесная перепалка, после которой Аксакал начал таранить авто оппонента. При этом он не реагировал на замечания о нарушении ПДД. Полицейские уже отыскали нарушителя. Пенсионер раскаялся и попросил прощения за свое поведение. Но это не спасло его от наказания. В отношении дедушки составлены административные протоколы сразу по четырем статьям. В том числе за нарушение правил дорожного движения, выразившиеся в виде выезда на встречную полосу. И также совершение ДТП. Суд, в свою очередь, возможно, лишит пожилого мужчину водительских прав, сказала официальный представитель ДП области Салтанат Каракозова. Сегодня весь Казахстан чествует 109-летие со дня рождения советского государственного деятеля, первого секретаря ЦК компании Казахской ССР, трижды героя социалистического труда, академика Дынмухамеда Кунаева. Стремясь поделиться данью уважения, жители Талдкургана возложили цветы к памятнику руководителя советского Казахстана. Торжественное мероприятие состоялось у подножия памятника и на улице, названной в честь Дынмухамеда Кунаева. Здесь с 9 утра собрались не только представители ветеранских организаций научной общественности, но и простые талдкурганцы, все те, кто с почтением относится к памяти выдающегося человека своей эпохи. Огромное спасибо всем, кто сегодня пришел почтить память великого сына казахского народа. Ведь имя Дынмухамеда Кунаева золотыми буквами вписано в историю нашей страны. Его жизнь и многогранная деятельность стали символом эпохи созидания. Наследие Дынмухамеда Кунаева является национальным достоянием республики. Его имя заслуженно вошло в Золотой фонд истории Казахстана. Пока жив казахский народ, будет жить и имя этого выдающегося человека. Народную любовь Дынмухамед Кунаев заслужил еще при жизни. Ведь для многих казахстанцев он является олицетворением целой эпохи. Стоит отметить, память о Димаше, как выдающегося политика называли ровесники, жива и по сей день. Хотя со дня смерти сына Великой Казахской степи прошло уже около трех десятилетий. Он сделал все хорошее Казахстану. Да, я знаю, в советское время он был президент Казахстана. Он был хорошим человеком. И я знаю, Жаслак Шкемпыров, он на Олимпиаду не смог ходить. Ему Кунаев помог, и он пошел на Олимпиаду. Большинство историков и политиков отмечают благородную натуру Кунаева. Он сочетал в себе высокую нравственность и мышление государственными масштабами. За время его руководства промышленный и экономический рост государства – только малая часть его вклада в развитие страны. В свое время выдающийся общественный деятель Серегболсон Абдильдин так охарактеризовал неоспоримый вклад Дын Мухаммеда в историю Казахстана. Мы, строя независимое государство, хотим быть похожими на Ататюрка, Рузвельта, еще кого-то. Но у нас глыба находится здесь, и его фамилия – Кунаев. Руслан Нурмуханбетов, Жаек Курмамбаев, Телеканал «Житсу». В Подмосковье самосвал на полном ходу врезался в колонну автобусов с солдатами-срочниками. Четверо погибли. Из 43 пострадавших 16 в тяжелом состоянии. Всего в военной колонне находились 127 человек, 123 солдата срочной службы и 4 офицера. По предварительной информации, виновник ТТП – водитель самосвала. Сообщается, что он не справился с управлением, не успел затормозить перед остановившейся колонной. Сам водитель большегруза тяжелых травм не получил. Медики зафиксировали у него сотрясение мозга. Виновник аварии, по предварительной информации, в момент ТТП был трезв. Что стало причиной происшествия – техническая неисправность или человеческий фактор? Теперь предстоит разобраться следователям. В Китае коронавирусное дежавю. Власти призвали не покидать свои дома жителей города Ши Циачуан. Это в 300 километрах от Пекина. Счет инфицированных пока идет на сотни, но и такого не было целых полгода. Впрочем, как действовать, чтобы сохранить здоровье и обеспечить людей всем необходимым, тут уже знают. Уроки прошлого года не прошли даром. В городе выявлены 334 носителя вируса. Большинство – бессимптомные. Жители Ши Циачуана послушно выстраиваются в гигантские очереди на тестирование. Уже к субботе проверить на вирус обещают все население города. Это 11 с лишним миллионов человек. В этот раз не исключая детей. Раньше на них не обращали особого внимания, не считая переносчиками COVID-19. В категорию среднего и высокого риска в Китае моментально попадают все районы, где найдут хотя бы пару десятков зараженных. Выхода оттуда нет. Коллективный иммунитет COVID-19 не будет достигнут в этом году. Даже когда вакцины начнут защищать наиболее уязвимых людей, мы не сможем достичь какого-либо уровня популяционного иммунитета, отметили ВОЗ. По словам главного научного сотрудника Всемирной организации здравоохранения Суми Сваминатан, если коллективный иммунитет появится в нескольких странах, это не защитит людей по всему миру. Но в то же время Суминатан заявила, что в разработке вакцин был достигнут невероятный прогресс. Еще год назад никто не мог представить, что будет не одна, а сразу несколько вакцин от коронавируса. И они поступят во все страны. Но мы должны быть терпеливыми, подчеркнула эксперт. Путь воина. Сразу шесть спортсменов Алматинской области удостоились престижных черных поясов по карате Шинькиоку Шинькай. Каратисты сдали специальный квалификационный экзамен, на который, чтобы попасть, требуется не только отличная физическая подготовка, но и богатый боевой опыт. Но даже эти критерии не служат гарантией допуска к экзамену. Так кто же стал обладателем черного пояса, узнавал Алексей Цой. Санья Калиахметова в карате Шинькиоку Шинькай за 11 лет добилась многого. В ее домашней копилке целая коллекция наград и медалей разного достоинства. Но сегодня особенный день. Впервые спортсменка получила черный пояс, первый дан, что в карате приравнивается к престижному званию мастера спорта. «Одиннадцать лет занимаюсь карате, и это очень сложный путь. Сегодня я получила мастера спорта и черный пояс. Я думаю, это не только моя заслуга, а заслуга моего тренера и моих родителей. Это для меня только начало, и я уверена, что это новый путь, и я еще достигу много вершин». Еще один спортсмен, который повысил квалификации до престижного черного пояса, Жалгас Кадырбеков. К заветному знаку высшего мастерства он шел целых восемь лет. «Для меня это радость, что я получил черный пояс, первый дан. Это нелегко, честно сказать. Спасибо моей федерации, карате Шинькиоку Шинькай, нашим тренерам, моим спарринг-партнерам. Я хочу сказать спасибо моему тренеру, Райманму Рафаилу Русановичу, черный пояс третий дан, сенсей. Спасибо моей команде и федерации карате». Стоит сказать, что на каждый дан сдаются сложные экзамены, включающие в себя общую физическую подготовку, спарринг с сильнейшими противниками и комплексы ката. Однако, чтобы стать достойным претендентом, спортсмен должен пройти духовный путь и по-настоящему любить этот вид спорта. «В первую очередь, для того, чтобы получить рекомендацию на черный пояс, это должен спортсмен как минимум 6 лет прозаниматься. Он должен свой патриотизм, свой фанатизм показать, быть преданным делу караты. Но непосредственно на самих экзаменах, конечно, это сдается общая физическая подготовка, то есть физику не сдает, тихон, кат, то есть техника карате и сами бои, конечно. Но чтобы попасть на этот экзамен, проделать нужен, конечно, путь не одного года». Добавлю, помимо престижных черных поясов, один спортсмен получил звание мастера спорта Казахстана и еще двое кандидатов мастера спорта. На этом путь настоящих воинов не заканчивается, впереди ждут большие старты. К слову, уже в конце января состоится чемпионат Алматинской области. Это была последняя информация на сегодня. Спасибо за внимание.